Привет всем, у микрофона Хомиш и это свежий выпуск новостей о технологии, снова посвященный новинкам рынка видеокарт. Здесь вам и некоторые подробности Radeon RX 6000 серии, и правдоподобность RTX 3060 Ti, которую похоже что и правда готовят к выпуску, и некоторые нюансы Ampere видеокарт, особенно по качеству 8 нм кристаллов, плюс всякие тесты и финальные цены на новые иксбоксы. Для удобства видео разбито на главы, но и в описании имеются классические таймкоды, а также ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если еще не подписаны, и нажимать на колокольчик, дабы быть в курсе всех новостей. Самая главная новость для всех фанатов AMD, это даты презентации, где покажут RDNA 2 видеокарты и Zen 3 процессоры. Да, к сожалению, в ближайшее время и даже до конца сентября мы ничего конкретного не увидим, будут лишь слухи и утечки. А конкретная презентация Navi 2X Radeon RX 6000 серии состоится вечером 28 октября. При этом в продаже видеокарты появятся через какое-то время после презентации, и скорее всего, они намечены на ноябрь одновременно с выходом Xbox Series X и Series S. То есть выйдет примерно так же, как и с амперами. Вначале нам все покажут, а в продаже появятся карточки примерно через 2 недели. Тут, конечно, важно учитывать, что даже вот эти вот 3000 RTX'ы появятся далеко не сразу. Вот 17 сентября 3080 должны будут появиться в магазинах, 24 появится 3090, а самое ожидаемое 3070 задерживается до октября. Это вполне стандартная история, ведь именно 3080 продвигается как главная игровая видеокарта поколения. Как минимум, пока не вышло что-то более интересное. В очередной раз говорить о том, что представят AMD, я смысла не вижу, это все-таки будет повторение того же, что и было в прошлых выпусках. Единственное, что важно иметь в виду, поначалу нам, видимо, покажут лишь 6800XT и 6900XT. То есть старшие решения на 80 Compute Units и младшие на 56. Карточка среднего сегмента, условная 6700XT, задержится, похоже, что до конца года. И представят ее примерно тогда же, когда состоится презентация пятой PlayStation. Про Zen 3 процессоры в этом выпуске новостей я говорить не буду, ведь он посвящен именно видеокартам. Да и, в общем-то, об этой обновленной архитектуре я уже все рассказывал в отдельном видеоролике, на который сейчас будет подсказка. Ну а презентация Zen 3 намечена на 8 октября. Интересно еще и то, что на днях в сети появились снимки одной из тестовых Radeon RX 6000 серии. В очередной раз нас порадовали именно китайские энтузиасты, которым в руки часто выпадает то, что ждут все. Исходя из этих фото, сложно сказать прототип, какой видеокарты перед нами представлен. Но, судя по этикетке и разводке тыльной стороны платы, готовящаяся видюха оснащена 16 гигабайтами GDDR6 памяти, набранной 8 микросхемами производства Samsung. Исходя из этого, уже можно сделать вывод, что шина будет 256-битной. А ведь были слухи о том, что топовое решение получит 512-битную шину. Так что это вполне себе возможно условное RX 6800 XT на полной версии GPU от Xbox Series X. То есть на 56 Compute Units и с производительностью где-то около 2080 Ti. Что же касательно дополнительного питания, имеются как минимум 2 разъема. Один из которых 8-контактный, а второй либо 6-либо 8-ми. Все дело в том, что рядом с ними распаян светодиодный индикатор нагрузки, из-за которого сложно разобрать, насколько серьезное дополнительное питание у видюхи. Охлаждение графического процессора обеспечивает отдельный башенный кулер с несколькими теплотрубками. Естественно, в финальном виде охлаждение будет отличаться. Это лишь прототип, у которого скорее всего оценивалось тепловыделение. И вероятно, именно компаниями-партнерами. Ведь AMD к этому моменту должны были уже закончить референс-варианты своих видеокарт. И они пообещали отсутствие турбинного охлаждения у RDNA 2. А это скорее всего засланная плата с GPU вендором, чтобы они разрабатывали свои отдельные кастомные системы охлаждения. И именно от них на протяжении последующих полутора месяцев мы будем получать большую часть утечек. Как это было и в случае с амперами. К сожалению, больше здесь нечего добавить. Да, плата получилась интересной и объем в 16 гигабайт видеопамяти это конечно очень круто. А особенно важно то, что это никак не противоречит последним утечкам. В которых и прогнозировали 8 и 16 гигабайтные версии как и 6800 XT, так и 6900 XT. Хотя в случае с последней, могут и вовсе появиться варианты еще и на 32 гигабайта видеопамяти. Чего как по мне избыточно. Главное то, что если все сложится так, как предполагается, RX 6000 серии будут подкупать именно большим объемом видеопамяти в сравнении с амперами. Все-таки тех же 10 гигабайт как-то маловато для 3080. А 8 у 3070 впритык. Да, были слухи и о том, что Nvidia со временем дополнит модельный ряд видеокартами с большим объемом памяти. Но случится это не скоро, ведь для начала нужно понять, будет ли потребитель отдавать предпочтение красным решениям с большим объемом видеопамяти. Или все же 8 гиговые версии получат больший спрос. Кстати, что же касательно готовящихся новинок от Nvidia. Портал видеокартс.ком благодаря внутренним инсайдерам поделился информацией о том, что вместе с 3070 покажут еще и 3060 Ti. Состояться данный анонс вполне себе может на Digital GTC. И судя по всему, такая карточка будет всего-то на 100 долларов дешевле в сравнении с 3070. У нее будет использоваться тот же GPU GA104, но в варианте на 1024 CUDA ядер меньше, то есть на 4864. И конечно же с уменьшенным количеством RT и тензорных ядер. При этом видеопамяти останется также 8 гигабайт, а TDP уменьшится примерно на 2040 ватт. Конечно же пока это ничем нельзя подтвердить, но дело-то все в том, что такой ход как раз таки и производится с расчетом под условную успешность на Nvidia X видеокарт. Где есть вероятность появления сразу еще и бюджетной модели долларов так за 350, конкурировать которая как раз таки и будет с RTX 3060 Ti. Ну а как оно окажется в итоге мы узнаем уже в следующем месяце. Ну а теперь стоит поговорить о далеко не самой приятной новости, связанной с 8 нанометровыми кристаллами Ампер. По информации Игоря Волосика, редактора популярного западного ресурса Игорь Лэб, компании-партнеры Nvidia делят чипы Ампер на три различные категории. BIN 0 для чипов среднего, BIN 1 для хорошего и BIN 2 для наилучшего качества. При этом, что важно учитывать, в количественном исчислении всего 10% чипов идут наилучшего качества, 60% хорошего и аж 30% среднего. То есть, практически треть кристаллов BIN 0. И такие чипы вполне себе могут иметь проблемы и с температурами и с разгоном. Они, похоже, что пойдут под самые неудачные и дешевые решения охлаждений. Типа, если вы смотрите какой-нибудь RTX 3070 от Asus, покупая вариант бюджетного охлаждения, можно нарваться как раз таки на BIN 0 чип. Поэтому лучше переплатите хотя бы за среднее, а в идеале даже топовое охлаждение, чтобы получить кристалл наилучшего качества. Там можно рассчитывать и на адекватный разгонный потенциал и отсутствие проблем с температурами. Да, BIN 1 кристаллы это тоже неплохо и хорошо, что их аж 60%, но в их случае можно рассчитывать на средний разгон и обычные температуры. То есть, такие чипы пойдут под средние варианты видеокарт от вендоров. Естественно, Nvidia для своих Founders Edition подготовили самые лучшие кристаллы, но тут же важно понять, при таком выборе придется неслабо переплатить. Кстати, что интересно, в случае с 3090 ситуация еще хуже. Чипов наилучшего качества очень маленький процент, а количество средних и хороших разделилось практически поровну. Конечно, все это связано напрямую с проблемами 8-минометрового техпроцесса Samsung, который корейцы пока еще до конца не освоили, но они уже пообещали, как можно скорее отладить производство и решить все недочеты техпроцесса. Правда, произойдет это не ранее начала 2021 года. То есть, лично я в ближайшее время прямо-таки не спешил бы с покупкой амперов, а если что и покупать, то лишь Founders Edition от Nvidia, либо какие-то максимально дорогие версии от компаний-партнеров. Между прочим, говоря, ближайшая ампер-видеокарта RTX 3080 уже была протестирована в паре игрушек и в различных тестах 3D-марка. Безусловно, важно брать во внимание драйвера, с помощью которых со временем амперы еще подтянут, но даже то, что мы получили уже сейчас, не дает тех результатов, которые показывали Nvidia на своей презентации. Двухкратного отрыва от 2080 нет, но результаты все равно очень внушительные. Если мы посмотрим на 3DMark, сразу становится ясно, чем больше разрешение, тем лучше показывает себя 3080. Когда при Full HD отрыв от 2080 Ti составляет всего 20%, уже при 4K это 25 или даже 26. Однако, если мы посмотрим на игры, в случае с Shadow of the Tomb Raider, разница с 2080 Ti получалась в среднем в районе 20% независимо от разрешения, а с включенным DLSS и того меньше. Ну а в случае с Far Cry New Dawn, как и при Full HD, так и при 1440p, 3080 совсем немного ушла вперед в сравнении с 2080 Ti. И лишь при 4K разрешении получилась практически 20% разница. При этом, если мы будем учитывать 2080 Super, она независимо от тестов отстает от 3080 в среднем процентов на 30-35. То есть, все совсем не так однозначно. И лично мне хотелось бы поскорее увидеть, насколько производительной получилась 3070, и сможет ли она действительно превзойти 2080 Ti. Особенно при высоком разрешении, где объем видеопамяти топ-айсьюлинг явно сыграет ему на руку. И 3070 может оказаться даже хуже при 4K. Ну а напоследок, у меня для вас официальные цены и характеристики на новые иксбоксы. Как и Series X, так и Series S получились ровно такими же, как и все ожидали. А что еще особенно примечательно, 120 FPS при 4K разрешении действительно будут в некоторых играх на Series X. Например, в Rainbow Six Siege. Это уже официальная информация. Так что Фил Спенсер не приукрашивал, говоря про 120 FPS и 4K. Конечно же, вряд ли Series X сможет справиться с 8K разрешением, скорее всего это будет определенный апскейл, типа динамическое разрешение. Да и вряд ли у кого-то из вас есть 8K телек. Как по мне, это чисто условная характеристика. Ну а в случае с Series S, можно рассчитывать на 60 FPS при 1440p с апскейлом до 4K. А вот при Full HD разрешении вполне себе можно ожидать 120 FPS в той же Радуге 6. Хоть и этому пока нет никаких подтверждений. По сути-то, консоли отличаются между собой лишь по конфигурации GPU. 52 Compute Units у Series X на частоте в 1825 МГц, против 20 у Series S на 1565. Да, это всего 4 трофлопса, но уже RDNA вторая архитектура, а значит у нас будет поддержка трассировки лучей. И конечно с включенным RTX, я думаю, можно будет делить FPS ровно на 2. То есть, если у вас 120 FPS при Full HD на Series S без RTX, то с RTX это будет 60. И примерно такая же история с Series X. Если у вас 120 при 4K без лучей, то с включенными лучами это будет уже 60 FPS. И тут вы сможете сами для себя решать. Более красивая картинка, но меньший фреймрейт? Или все же, жертвуя качеством, ради того же киберспорта и лучших результатов, вы будете отключать рейтрейсинг? Ну и самое главное, это конечно же цены новых Xbox'ов. 499 и 299 долларов, соответственно. Это очень достойно. Я вам могу точно сказать, даже если вы данную сумму умножите на 2, аналогичный ПК собрать не получится. Да даже если на 3 умножите, все равно не выйдет. Графика Series X примерно сопоставима с 2080 Super. А Series S это где-то 1660 Super с работающими лучами. Либо же занерфленная 2060. Только зная стоимость этих видеокарт, вы уже понимаете, насколько выгодными получились новые Xbox'ы. И я прямо-таки очень рад за Microsoft. Вполне вероятно, в этом поколении именно они будут лидировать, а японцам придется поднапрячься. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, если вам понравился выпуск. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. И вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Спасибо за просмотр, не болейте, удачи и до новых встреч.